Или ты хочешь, у них именно какое-то их ощущение восприятия себя? Ну, даже больше ощущение восприятия себя. А что ты видишь у них такого? Ну, они такие, знаешь, уверенные, такие красивые, заходят, чуть ли не порхают прям над полом. И вот это прям чувствуется на самом деле. Потому что по-другому, там и другие женщины приходили, и чувствовалось, что они такие уставшие. А у нас же у всех плюс-минус одинаковые проблемы, как бы, ну, вот. И они такие заходят, даже несмотря на то, что у них там, наверное, и бизнес, скорее всего, и куча детей дома. И они все равно такие залетают прям, порхают над полом. Я бы тоже хотела. А ты можешь как-то подумать, а что в них такое есть? И как бы это могло прозвучать одним предложением? Ну, самоуверенность это банально, наверное, но... Наверное, женственность именно. Вот. Я думаю, это больше. А знаешь, я заметила такую вещь, что самые такие глубокие настоящие вещи, да, какие-то такие очень, прям какие-то такие, не знаю, какая-то основа такая, они звучат банально. Может быть, ну, в Израиле с самоуверенностью все нормально там у всех, мне кажется. Мне кажется, это, ну, так выглядит, и это может быть другой какой-то... Восприятие у них другое. Как ты себя в этом? Ну, вот, мы с тобой уже говорили, что глаза у меня очень классно смотрятся с этими цветами. Но кожа, она такая прям беленькая-беленькая, мне кажется. А давай смотреть с точки зрения, в какой группе цветов ты больше всего похожа себе вот на этих порхающих женщин. Давай? Давай. Давай. Порхает? Нет. Знаешь, когда женщина не знает, это значит нет, просто она не хочет сознаваться. Так. У нас один, да? Угу. Ну как? Порхает? Нет. Скорее, все-таки первое, то, что вот лежало, такие светлые, вот больше в этом. У них есть какая-то такая магия, такая нежность в цветах. Мне очень нравится, что слово магия на иврите звучит как магия. Угу. Правда? Это как может, типа? Магия, это как приближается, это как что-то по дороге к тебе. А, да. Вот эта магия, это же как будто бы ускорение каких-то процессов. Мы не можем ничего притянуть, что не наше. Угу. Вот магия, это когда люди, например, хотят какие-то процессы ускорить или пройти легче, да? То есть желания же у нас естественные. Угу. Вот эта вот магия и магия, особенно когда я говорю, магия-лах, ну прям так оно. Угу. Может быть корень, кстати, изобритая. Может быть. То есть вот это порхает? Да. Излетит? Да. Да? Я думаю, да. Мы полетели. Правда, у меня большое искушение попросить и повторить, как ты сказала, что ты такого, собственно, ничего и не носишь никогда. Кстати, мое любимое платье, оно красное. У красного есть разные оттенки. Мы сейчас увидим. Вот это вот такое, вот, видишь? Вот это взлетит. Угу. Вот это не взлетит. И ты вот такое вот никогда не носишь. Сейчас смотри. Вот видишь, как ты с этим тебе там выглядишь? Какая нежная кожа. Правда? Угу. И одного цвета. Тут вообще кажется, что красится. Ну, может быть, какие-то вот именно точечно какие-то, да? Чуть-чуть. Ну, в принципе, все очень гладкое, красиво. Кожа и яркие глаза. И что получается? Вот смотри, фокус-фокус. Оп. Ты видишь, как все изменилось? Да. Ох. Ну, это не ох. Потому что я же тебя спросила. А что ты хочешь получить, когда ты красишь волосы? Да? Да. Ты хочешь быть яркой? Яркость, нежность, да. Можно просто поменять инструменты. Подобрать другой цвет? Может быть, это будет не в волосах, а можно усилить яркость глаз. И ты получишь эту эмоцию? Может быть, даже намного проще. Но при этом сохранишь свою природную красоту кожи. Почему эти цвета тебе идут? Потому что они совпадают с твоими природными. Ничего себе. Ну, да. Ты знаешь, что это в итоге, по сути? Цвет крови. Да? Да. В смысле, это все превращается в красный? Ну, такой... Нет. Это все взаимодействует с тем цветом крови, который твой. Потому что почему-то в этих цветах становишься такой красивой. Тут происходит взаимодействие. Видишь, пигменты на губах, пигменты под кожей. Там же сосуды, правильно? То есть, это с твоими глазами, с твоим природным цветом волос, например, брови. Это все смотрится гармонично. Они из одной семьи. И ты, как произведение искусства, вся собираешься. Понимаешь? Понимаешь, люди же что любят? Какие произведения искусства, если за классикой? В которых есть гармония. А то, что каким-то образом как-то цепляет или там... Ну, это другие, да? Классики это то, что на протяжении многих лет вызывало у разных людей ощущение прекрасного. Лучше не скажешь. Видишь, какая сразу такие птицы пролетели? Видела? Да. Все, полетели. Поймите, где кончилось? Нет. Я просто думала, как снять лучше. Подумала, я просто как-нибудь сниму и все. И вот смотри. Значит, вот это вот для контуринга. А вот это все, что нужно, чтобы подобрать почти любой цвет кожи. Вот эти, они очень тоненькие, они оба светлые. Видишь, этот более красный, а этот более бежевый. И нужно смотреть, чтобы тон, он был как можно ближе к твоему цвету шеи. Тогда тебе не нужно будет красить. Вот тут я вижу, что ты скорее вот такая желтенькая и светлая. Мы сейчас два вот эти тона смешаем. Вот ты скажи, твоя помада, которая тебе делает зубы желтыми, она ближе к какой из этих? Так, мне кажется, вот эта. То есть ты думаешь, что она холоднее? Угу. Обычно, как раз холодные помады, красные, они более комплементарны к зубам. Но вот этот момент, на который нужно обратить внимание, подобрать себе ту, которая тебе будет. Это особенно видно днем. Вечером ты можешь взять другую, ну, какую тебе хочется, меньше обращать на это внимание. Электрический свет, он больше уже выделяет фактуру. А красная помада, это заявка на эпицентровость. Угу. То есть та самая яркость, это для женщин, которые хотят в себе вот это вот, вот это свойство развить, выносить на себя внимание. Да? Угу. Потому что ты точно вызываешь его на себя, и красная помада, это как немножечко растянуться перед красным платьем. Да? Чтобы вынести, например, на себя красный костюм, ходить в нем, привлекать внимание, это нужно обладать определенной смелостью и выносливостью. Да, принимать столько его. Угу. И вот помадами можно немножечко. Ты хочешь, чтоб я выбрала? И вот наглядно, как проверяется, что у нас за помада. Ты носишь ее на руку и начинаешь ее растирать. И ты видишь, куда она уходит, больше в рыжий или в синий. Так ты можешь определить, она будет холодная или теплая. Что здесь больше? В синей, мне кажется. Да? Угу. У тебя бывает такое, что люди, тебе кажется, они тебя видят как-то не так, как ты себя сама? Или как ты хочешь, чтоб тебя видели? Ну, это больше в Израиле, мне кажется, происходило. Мы же в Израиле, да? Ну, бывало, да. Ну, а что тебе хочется им... Именно в плане ощущения себя? Да. Но они тебя как-то считывают и про тебя делают вывод. Например, они думают, что ты такая милая, очень мягкая, да? Да. Но я не настолько покладистая, насколько они его думают, что если они меня сейчас что-нибудь скажут, и если мне это не будет подходить, то я молча буду это сидеть и делать. Нет. Если мне это не подходит, я это делать не буду. Как-то вот так. Ну, вот я предположу, что они в тебе не видят какого-то ребра. Да? Наверное, да. Да? Ну, так можно. Если ты врач, то столько лет училась человеку без характера, невозможно, согласись. Кто это может выдержать? Тебе нужно внешне показать вот эту вот свою черту. У тебя сейчас очень милое, такое округлое, детское, миловидное baby face лицо. Видишь? Да. Мне говорили, а ты школу-то закончила вообще девушку? Вот. Это же прекрасно. Да. Но нельзя все время людям вот это ходить и говорить, что вы не думайте, на самом деле я могу за себя там постоять и проявить себя. Значит, нужно где-то на лице это показать сразу. Угу. Я думаю, это брови. Давай попробуем. Давай. Покажут. на лице. Угу. 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 У нас тут магия джина. Я как раз в синем. Сейчас немножечко покажу, что точечкой вот тут вот глаз пропускается. Опускается Смотри сюда Ну, вам Наверное, ничего не видно Магия Джина Особенно лоб не поднимать А линию проводить ему, получается, параллельно бровям? Параллельно пол, ровненько все Вот так? Да И как далеко? Недалеко? Нет, лучше недалеко Угу Видишь? Потому что тебе же хочется Дневной макияж Он должен быть легенький очень И потом вот этот уголочек Вот так вот аккуратненько можно его Подстерить Потому что когда у тебя Вот на таких фактурах Все очень легко поправляется Видишь? У тебя как бы по направлению осталась маленькая тень Угу Почему этот глаз смотрится выше? Я просто раньше начала его делать вверх Угу Это не самый низ Не край реснички Угу Я вывела линию прямо Я просто вывела ее Из места чуть-чуть повыше Ну это уже понимаешь Навык Когда ты понимаешь Что ты хочешь получить Посмотри сейчас И сюда тоже Ну кошечка Да Нравится? Очень Мяу Прямо Ушек не хватает Сделаем сейчас При этом вроде не красили ничего особо Да Два часа особо ничего не красили Просто Утились Сам вырос кошачий глаз Ура Му Ух 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 А повернись так вторым Видишь? Тут еще нет ресниц И какая разница И второй Угу И прямо сюда, чтобы на тебя какую-нибудь музычку. Такая уже, знаешь, прямо вот штучка. Опасная женщина. Опасная женщина, да. Видишь, как опасно? Пришла хорошая, милая. Вышла опасная женщина. Хорошо же. Да? Я дочке постоянно тоже хочу, чтобы не... Она как цветочек. А я хочу, чтобы у нее шипы-то тоже немножко были. Потому что она такая прям нежная. Вот так. Ну все, можешь распускать волосы, мне кажется. Давай. А я тебя сниму, у вас такое дело на зиму. Айтишница. Айтишница? Ты хотела быть айтишницей, да? Нет. Просто так приходится. Теперь тебе так кажется. Ищу себя. Просто. Можно попробовать. Ты мне скажешь, что делай там, просто сидеть или крутить головой? Я тебе скажу, в любой ситуации делай, что тебе приятно. Хочешь ли я себе крутить головой? Крусти головой. Я люблю, когда волосы прям такие пышные. Потому что они у меня обычно прилизанные, лежат на голове. И когда хоть какой-то получается объем, не сразу так... Даже несмотря на то, что запутанно, все равно классно. Отлично. Я вот пытаюсь навести фокус в этом зените. Мне кажется, у меня получилось. Вот. Тут зенит. С пленкой. Сейчас я возьму свой второй фотоаппарат. И сделаю пару портретов. Ты пишешь книгу какую-то? Или нет? Я пока не знаю, что это будет конкретно. У меня вся вот эта моя история, она собралась в какую-то... Знаешь... Это методика, это определенная система. Потому что я вижу именно в ней 12 этапов, которые таким образом полностью закрывают вот эту вот историю с одеждой, с внешностью, с макияжем, с прической. То есть с тем, что я управляю тем, какое впечатление я произвожу. Понимаешь? Это ко мне приходят люди и говорят, накрась меня, как ты хочешь. Или постриги мне, как ты хочешь. Я не беру таких клиентов. Они не знали, что они хотели. Они не поняли, что они получили. Понимаешь? Понимаешь, когда у человека есть цель, это потрясающе глубокий инструмент. Главное ее правильно найти, инструменты еще... Это используется в кино, это используется в театре. Я просто взяла ее и перевела ее как бы на язык обычных людей. То есть ты не актриса, ты хочешь пойти получить работу. Если ты пришла и внешне им сказала те критерии, которые им нужны, ты получишь ее. Потому что ты достаточно умная, чтобы понимать свои интересы, интересы других людей. И ты им их четко сказала. Понимаешь? Это интеллект, это общение на другом уровне. Оно именно на уровне процветания. Когда человек не выживает, он больше видит нюансы, тонкости. Он умеет вести беседу красиво. Когда люди получают удовольствие от этих таких, знаешь, каких-то многоходовок. Когда не приходишь им в лоб там как-то. Все получают кайф. На самом деле сейчас на работу будут брать людей, тех, с которыми приятно общаться. Еще бы вред подучить хорошо. Подучишь, когда он денется. Я ему 25 лет в стране, до сих пор стесняюсь писать и говорить. Но это такая страна, в которую все когда-то приехали. Понимаешь? И люди к этому очень спокойно относятся. Да, я на работе это ощутила очень сильно. Потому что я говорю, и они меня слушают. И при этом, если я забываю, они поправляют. Или на английском стараются со мной поговорить. То есть нет такого типа, что иди, учи. Где ульпан? Как ты не выучил наш могучий. Да, да, да. Ну, нормально, в общем, относятся к этому. Я прям очень обрадовалась на самом деле. Давай здесь немножечко уберем волосы. Я тебя подсвечу сейчас. Можешь чуть-чуть убрать их от лица? Мне еще раз будешь спрашивать? Или уже говорить? Девушка замужем. Девушка довольна. Девушка рада. Спасибо. Так, сейчас я поднимаю. Я чувствую себя уверенно, потому что вот так. Сейчас я чувствую себя гораздо увереннее, чем когда я пришла. Да, я тоже вчера видела такие. Да? Угу. И что же ты? Я хотела купить дочке, но забыла. О себе? О себе я вчера купила лапшу. Как-то не по-кошачьи. Настоящие кушечки, они сначала все себе грибут, знаешь. Но там что-то мне ничего не понравилось, поэтому я согласилась на лапшу. И показывают дочкам пример, как нужно. Я правда не знала. Субтитры сделал DimaTorzok